В период пандемии предприятия общественного питания сферы обслуживания подвергаются массовым проверкам. Их осуществляют в соответствии с указом губернатора. А в июле этого года вступили в силу новые изменения. Их цель – устранение недостатков, регулирующих сферу проверок, а также снижение их количества. Тему продолжит Наталья Хмелева. Зал заседания администрации стал площадкой для прямого диалога предпринимателей с представителями органов власти. Встреча организована для того, чтобы у бизнеса сформировалось понимание о том, что изменилось в системе госконтроля, кто может проводить проверки и как защитить свой бизнес от излишнего вмешательства контролирующих органов. Для того, чтобы предостеречь вас от, возможно, незаконных или не совсем обоснованных действий, как вам защищаться. Теперь в обязательном порядке в каждом виде контроля вводится категория низкого риска. Если бизнес долгое время работает добросовестно, проверять его будет реже или проверок не будет совсем. Особенностью нового закона является смещение акцентов контрольно-надзорной деятельности. Законом прямо предусмотрено, что приоритетнее для контрольно-надзорных органов проведение профилактических мероприятий, нежели контрольно-надзорных мероприятий. Профилактика теперь становится ключевой мерой взаимодействия с бизнесом. Главная цель контроля – не наказать, а предотвратить нарушение обязательных требований. Всего предусмотрено 7 профилактических мероприятий. Большинство из них новые. Консультирование, профилактический визит, самообследование. Также в рамках заседания обсудили текущие проблемы предпринимателей и наметили планы работы совета на 2021 год.